Мы продолжаем наш гайд и у нас завершение сезона, как видно, ну вот мы в кубке Англии проиграли Арсеналу в драматичном матче 2-3, старались, но не получилось пройти в финал, в чемпионате в принципе все было нормально, все было хорошо, не проигрывали и вот сейчас у нас осталась заключительная игра в гостях против Фулхэма в премьер-лиге. Мы на пятом месте, уже гарантировали себе лигу конференции, но можем ее гарантировать себе и через лигу, но мы в любом случае здесь попадем уже, нас догнать не должны, хотя Манчестер Юнайтед, если победит Лидс, а мы проиграем, и Астон Виллу тоже победит Брайтон, тогда да, тогда все может быть, и Ньюкасл, и Ман Юнайтед нас еще могут догнать, и мы вообще можем закончить на восьмом месте, теоретически, потому что Ньюкасл играет с Бормутом, который, ну кстати, еще не обеспечил себя выживание, так что будет, наверное, там бороться. Фулхэм-то уже точно не вылетит, с которым мы будем играть. Интересная, кстати, статистика игроков, 43 гола Эрлинг Холланд и пропасть. Дальше Колумб Уилсон, у него 21 гол, 17 у Салаха, 16 у Калверт Льюина, но Калверт Льюин всего 16 игр и провел, так-то он, по сути, второй бомбардир после Холланда. А Маркес Леонардо тоже здесь, забил 15, но оба наших нападающих, они, конечно, провели хороший сезон. В сегодняшнем гайде расскажу вам про то, как перестраивать команду в межсезонье, ну вернее, готовиться к этому. За кадром уже был проведен трансфер, я предложил клубам Нил МОП, в итоге за 8 миллионов его взяли, но там будет небольшая компенсация зарплаты, мы будем платить Монтерею денежку до 2025 года по 10 тысяч в неделю, но это все лучше, чем платить ему огромную зарплату. Не знаю, конечно, кто такому футболисту вообще выделил настолько жирный контракт и кто его вообще за такие бабки купил. Ну, Эвертон его купил за 17 миллионов, к сожалению, этого делать было нельзя, вот, мы теперь его перепродали дешевле, но, естественно, футболист это абсолютно нулячий, 12 матчей, 0 голов, 0 голевых передач. Под определенную схему его можно загнать, его можно использовать, но если вы хотите добиваться серьезных результатов, вам нужны нормальные нападающие, а Нил МОП это близко ненормальные нападающие, я объяснял, что с ним не так, нет ни прыжка, ни скорости, соответственно, и одна позиция. Если бы он хотя бы там мог быть под нападающим, мог быть там справа-слева, от него был бы толк, безусловно, на позиции там какого-нибудь инсайда, но переучивать его времени нет абсолютно. Вот, поэтому такого парня лучше продать, пока он хоть чего-то стоит, и мы пополним наш финансовый запас. Пока денег, вы видите, не особо много, всего лишь 9 миллионов, ну, это, это, конечно же, это, конечно же, копеечки. Так, копеечки, денег нам нужно гораздо-гораздо больше, чтобы существовать, чтобы, так скажем, на следующий сезон постараться. Минимальный гарантированный бюджет 31 миллион, мы обозначим после завершения матча проблемные зоны наши, которые мы хотели бы усилить, и будем пытаться это сделать. Ну, заключительная игра сезона, играете так же, как в прошлом матче, у нас все хорошо, и наша задача в гостях завершить сезон на достойной ноте, так скажем. Ну, мы в любом случае этот сезон провели супердостойно, изначально задача у Эвертона была не вылететь, мы не просто не вылетели, мы попали в Еврокубки, выиграли даже трофей, пусть это и Кубок Лиги, но для Эвертона это более чем достойный трофей, и второй момент, Эвертон борется за зону Еврокубков с чемпионата, это вообще круто в АПЛ, сами понимаете, там мы можем опередить условный Манчестер Юнайтед, это, играя за Эвертона, это всегда круто. Ну, вот Митрович вышел к воротам, Тарковский, конечно, бездарь, вот что тут скажешь, человек взял просто, не смог выбить мяч на угловой, в простейшей ситуации. Но центральный защитник нам нужен, у нас Коуди уходит в аренду, вернее из аренды возвращается, ну вот здесь, вот это вообще Тарковский, что сделал? Индивидуальная ошибка, индивидуальная ошибка центрального защитника, вот. Нам нужно будет, безусловно, брать ЦЗ, желательно высокорослого, прыгучего, у нас пока с этим проблемы есть. Есть проблемы с прыгучими, с высокорослыми ребятами, есть проблемы с крайним защитником, то есть дублер Миколлинг обязательно нужен, Винагре здесь не очень подходит. Ну и, в общем-то, такое традиционное усиление разных позиций, оно нужно будет, оно понадобится. Так, перевод, Паттерсон, скидка на Пикфорда. Так, по тактике, я-то традиционно начинаю средним блоком, но если мы пропускаем, то блок приходится поднимать, добавлять прессинга, и, ну, чтобы соперники не скучали там на своей половине поля. Миколенко пошел по флангу, Демарай Грей, ну, Демарай Грей ужасная передача, кандидат на замену Демарай, безусловно. И здесь Митрович просто делает 0-2. Да, тут, возможно, нужно будет полностью схему перестраивать, выпускать второго форварда, потому что ему 0-2 проигрывать, это очень плохо. Не успела даже примениться наша новая тактика, но Демарай Грей жесткий обрез допустил. Гарнер на угловом, Коуди бьет, попадает в перекладину, к сожалению. Ну, Коуди не мастер нанесения таких ударов. Гарнер, прострел не проходит, прострел читался. Ну, мы сейчас добавили в прессинге, добавили в агрессии. Демарай Грею крикнем, чтобы играл нормально в футбол. Ооо, Паттерсон провалился. И сейчас повезло, что не 0-3. И угловой еще возле наших ворот Перейра. Момент здесь не зашло. Полозон. Полозон движется по флангу. Но поддержки нет вообще! Поддержки нет вообще! Никто не успел помочь испанцу, и, как следствие, не получилось развить контратаку. А если бы кто-то успел, Полозон бы его снабдил передачей. Но там ни назад не повернешь, ни вперед не убежишь. Так что, пока комфортно себя чувствует Фулхэм, дома дачники хороши. Ну вот Демарай Грей справился. Отобрал мяч. Ну, в центре никого, кроме Миколенко. И Воби! Поразил цель. До перерыва 2-1 сделал это. Это он, конечно, молодец. И Воби пробил здорово. Ну, сдаваться мы, естественно, не намерены. Все нормально, все хорошо. Важный с психологической точки зрения гол. И Воби исполнил. В перерыве нужно, конечно же, здесь разнос устроить. Вместо Демарая Грея, который сегодня явно потерялся. Но если вы видите, что футболист явно потерялся, выпускайте замену. Пока больше никого менять не будем. Нас, в принципе, устраивает пока картина. Но если вдруг что, замена у меня в уме готовится одна. Паттерсон продвигается. Ужас, Паттерсон! Ну что это был за пас? Как Полозон должен был к нему успеть? Вообще непонятно. Паттерсон, конечно, сотворил дичь. Еще одна попытка у Паттерсон. В этот раз нормально, но там уже Полозон сыграл не лучшим образом. А теперь задача запрессинговать соперников. Ой, Коуди! 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 Боже мой! Что Тарковский, что Коуди. Два центральных защитника жестко тупанули. И вот как раз таки... Почему плохие защитники без высоты прыжка? Что Коуди, что Тарковский. Вот просто взял, просрался. Высота прыжка, ребята. Самая важная вообще вещь, которая есть и в этой ситуации. Жестко, жестко, жестко обкакался Коуди. Не имел права, конечно. Что он такого? Паттерсон по флангу бежит. Бежит, бежит. Молодец. Ну, вот здесь хитрую передачу дал на Гарнера. Но, похоже, что там не было повода для назначения 11-метрового. И в контратаку бегает Фулхем. А Митрович уходит от Тарковского. Перевешивает. И два-едва не забивает. Но здесь замены нужны. Вместо Коуди выйдет Анана. Так, мы полностью перестраиваем схему. Ну, здесь либо и в обе оттянутым пока используем. Потом, если что, мы его заменим на Маркса Леонардо. Здесь, ну, ПКПшки нам нужнее, чем инсайды. Пусть они пока ПКПшками бегают. Геи и Воланты остаются. Гарнер, вернее. Вот такие вот изменения. Посмотрим, что будет. Но нам нужно отыгрываться. По ходу этого непростого матча. Полозон ускоряется. Простреливай изи. И это гол. Джеймс Гарнер сокращает разрыв счета. Мы еще не успели применить новую схему. Но, ладно, голов много. Команда старается. С тактической точки зрения мы этот матч не проигрываем. Мы проигрываем за счет индивидуальных ошибок. Только и всего. В остальном-то все в норме. Все в порядке. Более высокая позиция Ивоби это и усиление прессинга. Еще один такой момент интересный. Если прессинг усилен, то все здорово. Полозон перевод на Ауар. Ауар там чуть-чуть не зацепился. Задумка отличная. Но не хватило немножко техники. Миколенко хорош. Ге. Отлично на Ивоби. 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 Передача хитрая. Но здесь Паттерсон будет. И Полозону сразу. Полозон здорово. Полозон. Полозон входит в штрафную. Гарнер. Удар в ближний угол. Ох, как здорово. Ну, продолжаем мы давить. Полозон на Ге. Ауар. Ауар. Лено вылавливает этот мяч. Но Митрович, конечно, насилует оборону. Я он нано выпустил специально под Митрович. Потому что все-таки он более высокорослый. И сможет ему хоть что-то противопоставить вверху. Как только вот это преимущество в росте Митровича было нивелировано, у нас сразу появились моменты. Полозон здорово на Гарнера. Прострел нужен. Ну и Калверт Льюин счет сравнивает. 3-3. Ну вот, видите, вроде бы, да, казалось бы, выпустили ЦЗшника. Но игра переломилась. Счет мы сравняли. Сложные такие моменты. Нужны тактические перестроения. Ну и Гарнер здесь здорово все сделал. Здорово все сделал Калверт Льюин. Калверт Льюин, да. Он может уйти и во многом от Калверта Льюина зависит наша летняя трансферная кампания. Да, вот от одного игрока все зависит. Такое в футболе бывает. И бывает довольно часто. Подустали некоторые наши футболисты. Ну, можно либо Бена Готфри выпустить, либо Холгейта. Ну, лучше, наверное, Холгейта. Миколенко подустал, Гие подустал, Гарнер подустал. Но вместо Миколенко можно выпустить Винагра. Вместо Гарнера того же самого Готфри. Почему нет? Так, ну и в целом у нас по заменам все. Хочу увидеть от вас хорошую игру. В моменту у Фулхэма, Перейра, передача. Калверт Льюин спасает ворота. Ну, Гие, зачем? Вот дурачок. Там же можно было пасануть на Ивобе и бежать в контратаку. Но Гие сотворил какую-то дичь. И Митрович, и... Кибано наказал. Ну, я не знаю. Но это... Это просто вот адреса Гие. Вот просто дурачок. Еще одна индивидуальная ошибка, которая привела к пропущенному мячу. Я не знаю. Ну... Развивай контратаку, дебил! Развивай! Нет. Да, очень обидное поражение пока для нас. Совершенно незаслуженное. Но... Что поделать? Надо заслуживать победу. Ивобе! Исправляется Ивобе! Вернее, Ауар здесь ему навесил Ивобе. Исполнил 4-4. Хотя Ивобе-то не виноват. Там виноват был Гие. Именно Гие. Очень плохо сыграл. Вот мы его сейчас, кстати, отругаем. Дадим ему мотивацию на концовку матча. А тут что-то он прям подвис. Момент снова в возе наших ворот. Перейра. Удар. Мимо цели. Хорошо. Но время есть еще для того, чтобы победить. Время есть. Готфри на Винагре. Винагре вперед. Калверт Льюин. Ауар. Ну, что это за тики-така непонятная? На ровном месте. Джеймс убегает. Тарковский. Да. Ну, Фулхам тоже отвечает великолепным выпадом. Но. Что тут скажешь? 6 минут еще добавили. 6 минут. И будет еще моментик. Нет? Будет еще моментик. У кого он будет? Вот только в чем вопрос. Пикфорд. Гонит, похоже, всех вперед. Там у нас есть Калверт Льюин, который может побороться. И он выигрывает борьбу. И Вобе. И Вобе. На Винагре. Винагре. Хорошо. Прострел. И. Полозон. Не забивает. Ай-яй-яй. А могли. А могли выиграть. Ну, видите, у Фулхама за счет этих последних ударов. 3.04. XG. Ну, так в целом. Фулхам был чуть лучше. Но из-за наших ошибок. Из-за наших ошибок. Полозон стал неуверенным и несчастным. Но я ему скажу, что ты сыграл. А, я не то ему сказал. Ну, ладно. В концовке мог забить. Соперник контролировал игру. На него множество ударов. Мы сильно облегчили им задачу. Мы заслужили победы. И надо было забивать. Это был феерический способ закончить сезон. Да. Мы все равно заканчиваем сезон на 5-й месте. Вот такой вот любопытный результат. Мудрик, кстати, принес Челси победу над Брэндфордом. Правда, ни на что это особо не повлияло. А Ливерпуль стал чемпионом. Представляете? Какие дела? Манчестер Сити проиграл Вестхэму. Жесть. Вестхэму, которому вообще ничего не было нужно. Сити в последнем туре проигрывает. Ливерпуль обыгрывает безнадежный Саут Гемптон и становится чемпионом. Драма. По такой драме, я думаю, болельщики ВПЛ уже давно соскучились. Ну и высокое место Эвертона. Его обе лучший игрок матча, да. Ливерпуль становится чемпионом. Мы 35 миллионов получаем. И, кстати говоря, мы в Лигу Европы проходим. Не в Лигу, не в Лигу конференций, да. А в Лигу Европы в следующем сезоне. Это, конечно, хорошее достижение для нашей команды. И пятое место. Пятое место. Это супер, друзья. Итак, в конце сезона нам предлагают запланировать состав на следующий сезон. Честно говоря, я вам скажу так, что планировщик состава, штука, ну как по мне, довольно бесполезная. Довольно бесполезная. Можно здесь все что угодно настроить. Если это все потом будет слетать по тысячу раз. Я вот, например, Анану ставил чисто вот сюда первым. Здесь уже все равно все слетело. И абсолютно вообще никакого смысла нет настраивать этот план. Потому что он постоянно слетает. Вот. Просто. Чтоб вы все все понимали. Это. Это жесть. И это чушь. Поэтому. Тут у нас. Тут у нас нет. Особо задач. На пике. Калверт Льюин нападение. Маркас Леонард. Четвертый в планировщике состава. Хотя я его ставил вторым. Это все слетает. Поэтому. Мы планируем по прежнему как раньше. На пальцах. Из чего складывается наше планирование. Ну во первых. У нас есть некоторые футболисты. Которые в настоящий момент находятся в аренде. Находятся в аренде. Их довольно много. Их много. Когда они вернутся. Мы по каждому примем решение. Ну вот. Я лично вижу для себя. Естественно. Игроком центра обороны. Джареда Брэд Уэйта. У него очень большой потенциал. Он англичанин. Он неплохо себя проявил. И в Лиге Чемпионов. В Лиге Европы. И в Эрадивизии. И в Кубке Голландии. Так что. Такой футболист нам нужен. Да. У него не очень хорошая опека. Не очень хороший отбор. Но у него великолепная высота прыжка. Он будет просто колотить с угловых. Еще и с учетом игры головой 15. С учетом ухода Конора Коуди. С учетом возможной продажи Тарковского. Им интересовались. Пытались там за 38 миллионов. Плулер Хэмпсон что ли. Пытался его купить. Мы можем его продать. Ну. Высота прыжка 14. Это для АПЛ маловато. 13. У Коуди. Это вообще бред. Нельзя с такими характеристиками. Играть в английской премьер-лиге. Центрального защитника. Иначе такие футболисты как Митрович. Будут просто превращать эту защиту. В клоунаду. Итак. Трансферный бюджет нам предоставили хороший. 58 миллионов. 2,6 миллиона на зарплаты. Мы. Посмотрим сейчас. У нас потрачено 2,4. То есть. Определенное. Определенное место будет. С счетом еще ухода многих футболистов. Это дело хорошее. Кин. Истекает в 25 году. Его нам надо продавать. Мы его сейчас клубам и предлагаем. Потому что любые деньги нам сейчас пригодятся. Максимально освобождаем от балласта наш состав. Нила Мопе уже продали. Мина уйдет по завершении сезона сам. Ну и собственно остальными пока никто особо и не интересуется. Ну если будет интерес там условно к Калверту Льюину. За него предложат сотку. Я его конечно же продам. Сотку или больше. Есть интерес к Виталию Миколенко. Но Бормут заинтересован. Не знаю сможет ли Бормут предложить за него там больше 50 миллионов. Если нет. То и продавать Миколенко тоже нет смысла. Ну и изи Полозоном интересуется Норвич. Опять же зависит от того какую сумму за Полозона нам Норвич предложит. Мы его купили за 10 миллионов. Если за него предложат его нынешнюю трансферную стоимость. Я его продам. Полозон уже 28 летний. И поэтому продавать его нужно на пике. Пока за него кто-то что-то допредлагает. Исходя из продаж. Мы будем думать над нашими покупками. Но уже сейчас. До того как мы кого-либо продали. Мы уже можем присмотреть для себя футболистов. В конце сезона всегда предлагаю вам настраивать поиск. Игроки. Детали контракта истекают в течении трех месяцев. То есть это возможность бесплатно забрать для себя неплохих игроков. Ну многие уже с кем-то подписались. Например Маркус Тюрам. Но вот варианты по завершении контракта рассмотрят. Например Денис Суарес. Ну Денис Суарес 29 летний. Опять же нам его нет смысла приобретать. Мы смотрим на футболистов помоложе. Монор Соломон. Не очень быстрый. Поэтому не интересен нам. Амар Мармуш. Кстати. Очень скоростной. Если у нас Дамарай Грея заберут. Мармуш. Будет хорошим вариантом. Но его правда уже Хофенхайм. Себя позвал. Вратарь. Вот Иньяки Пенья. Из Барселоны. Ну у него уровень игры в воздухе так себе. Поэтому не стоит. Рейсон Эльсона уже тоже взяли. Юсуф Беляйли. Из Аячо. Тоже как бесплатный вариант. Так рассматривают варианты Алтай Баяндир. Вратарь. Кстати очень такой высокорослый. Из Фенербахче. Тоже его можно рассмотреть. Ну и собственно. Так. Джейкоб Кристенсен. Норшеланд. Центральный полузащитник. У нас на этой позиции. Слава богу все в порядке. Мухаммеду Эль Нени уже 30. Это понятно. Так. Тут у многих стекают аренды. Туанзебе. Куметио. Куметио. Кстати Билли Куметио. Это у него аренда истекает. Хотя у него расточка то нет. А если расточка нет. То тоже нет. И смысла интересоваться. Стивенс и Синьон. Айозе Перес. Мигель Азиз. Фил Джонс. Не надо. Не надо. Мы не настолько отчаялись. Синь Гравен. Так. Опять. Так. 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 Синь Гравен. Ну. Его трансфер уже согласован. ТРН. Значит уже игрока куда-то взяли. Это точно уходит на правах свободного агента. СТ. Из Челси есть какой-то Джимми Тауряйнин. Кстати. Ну. Очень интересный разброс позиций. По позициям он нам особо не нужен. Роман Зобнин. Пожалуйста. Если кому-то интересно. Можно присмотреть. Кибано. Который нам забил. Из Фулхэма. Ван Бумен. Ван Ден Бумен. Много очень игроков центра поля. Вот. Нейтан Вахтер. Вахтер. Нужен нам на воротах. Никого не пропустит. Вахтер. Консьерж. Так. Из Фразинона. Ну. Тут уже видите. Не настолько талантливые ребята. Чисто так. Закрыть может быть какую-то позицию. И так далее. Но. Всегда можно по разным критериям их посмотреть. Например. По потенциалу. И там может быть какой-нибудь молодой супер талант. Но. С другой стороны. Вряд ли вы здесь. Увидите. Какого-то. Мега-мега-мега-мега беста. Поэтому. Ничего особо интересного. Ну. Кого-то можно было бы присмотреть. Но не более. И так. У нас есть. Также список игроков. Которые мы в течение сезона заносили. Интересных нам футболистов. Ну. Вот. Борна Соса. На левый фланг. Нам же нужен дублер Миколенко. Вот. Можно взять Борна Сосу. Тем более. Что. За него. Не просят каких-то больших денег. Мы отталкиваемся от того. Просят ли за игрока. Большие бабки. Или нет. Если больших бабок не просят. Мы просто их покупаем. Есть вот. Мефом. Но. Я все-таки. Смотрю. Разные варианты. Именно. Вот. Бито. Например. Один с миллионов. Бито взять можно. Вот. Если у нас покупают. Если у нас покупают. Калверта Льюина. Мы можем запросто взять Бито. Им правда. Уже интересуется. Лестер и Порту. Но. Бито стоит копейки. Бито стоит копейки. Реально. 8 миллионов. И. Я думаю. Что мы уже сейчас. Можем по нему. Предложение сделать. 8 с половиной. Просят. Частичные платежи. Ну. Давай. 7. Тогда сразу. Процент от прибыли. Со следующей продажи. 5. Больше частичными платежами. Дадим. Все. Довольны. Бито. Надо брать. Потому что. Бито. Это известный. Читер. И. Собственно. Если он оценивается. Вот в такие копейки. Его надо брать. Это. Прямо. Золотое правило. Ну. Чтобы у нас было. Хотя бы. Три нападающих. По поводу. Борны. Сосы. У него. Фантастические навесы. Им. Тоже. Многие. Заинтересованы. И. Он. В общем-то. Публично. Рассказал. О своих переживаниях. Поэтому. Тоже. Не будем тянуть. Если. Есть. Возможность. Взять. Неплохого игрока. Надо пользоваться. Этой возможностью. Тем более. У нас. Следующий. Сезон. Это. Европа. У него. Сплошные плюсы. И. Вряд ли. Мы. Найдем. Игрока. Сильно. Лучше. Узнаем. У агента. Возможности. Перехода. 8. 11. Миллионов. Ну. Указанные. Требования. Вполне. Резонны. Поэтому. Если. За игрока. Тем более. Есть. Конкуренция. Там. Лучше. Не торговаться. Так. Хочет. Хотят. Более. Выгодные условия. Ну. Давай. 7. С половиной. Дадим. И. Частичными. Платежами. Дадим. Ну. Вам. Еще. Допустим. Пятерик. И. После. Пятидесяти. Голов. В чемпионате. Дадим. Еще. Пятерик. Вот. Такое. Предложение. Сделаем. В принципе. Предложение. Довольно. Копеечное. Но. Сделать. Нужно. Когда покупаем игрока, смотрим внимательно на прочие интересы. То есть, какие еще команды хотят его заполучить. Но. Он менее заинтересован в переходе. То есть, к нам он перейдет с наибольшей вероятностью. Хочет статус важного игрока, пусть будет. 95 тысяч хочет получать. Но мы попробуем снизить до 90. Лучше добавим вознаграждение агенту. Премию за гол. Пусть побольше забивает. Бонус за количество забитых мячей. Вот. Этот мы удаляем. А остальные мы просто прибавляем. Пусть он получит там свои. 400. 50. Но за 20 голов. И не меньше. Минимальная сумма выкупа. 48 миллионов. Ну. Нас это не особо устраивает. Давай хотя бы 65. Чтобы. Или даже 70. Чтобы на этом заработать. Нет. Он хочет прям 48 и точка. 48 и точка. Так. 450 здесь он запросил. Тогда. Вот это ты не получишь. За 20. И 90. Ну все согласен. Ну раз он хочет сумму выкупа 48. Это в любом случае для нас заработок. В любом случае. Если даже за него кто-то предложит 48. А ему-то уже 25 лет кстати. Так что не уверен я что там будут такие предложения. А если даже и будут. Мы все равно останемся в жирном плюсе. Так у нас обзор сезона кстати. Ну вот. Выиграли один кубок. Лучший новичок. Маркс Леонардо. Джеймс Гарнер был куплен до меня. Ауар. Великолепный сезон провел. 23 игры. 18 выходов на замену. 7 плюс 11. Полозон. Ну похуже. Но тем не менее. 6 голов. 5 голевых передач. Ну матчей многовато конечно провел. Ну с другой стороны. Если сейчас Полозону получится продать. С плюсом. То это будет здорово. Джеймс Тарковский. От него бы тоже избавиться. 30 лет. Надо стараться сейчас омолодить состав. Винагр и сам уйдет. Спортинг. Гие. Анана. Но Анана. Анана был куплен опять же до нас. Поэтому по его переходу нас не оценивают. Итоги сезона. Ну просто все в восторге. Ну реально за Эвертон занять там 5 место. Это что-то с чем-то. Это супер достижение. В кубке Англии мы были конкурентоспособными. Дошли до полуфинала. Это очень хорошее достижение. Прошли Манчестер Юнайтед. Это вот круто. В кубке Лиги мы вообще выиграли. Обыграли Арсенал и Сити. По пути к трофею. И здесь преподнесли настоящий сюрприз. Самая крупная победа 5-1 над Саут Гемптоном. Незабываемый матч 3-1 над Вест Хэмом. Не знаю почему он. Чем он незабываемый. Но тем не менее. Лучший гол сезона забил Анана. Хорошо. Спонсорство 51 миллион. Доход от трансляции 103. Корпоративный гостиничный бизнес 2 миллиона. 37 миллионов призовых. Ну и коммерция в день матча 2,4 миллиона. Самый популярный Калверт Льюин. Далее Ауары, Воби, Дукары, Анана. Ну все нормально. Эта статистика будет интересной уже в следующих сезонах. Калверт Льюин игрок сезона. Ну это безусловно. Это зверь, топ и бист. Не знаю уж купят у нас его или нет. Но если даже и не купят, то все будет хорошо. Если купят, у нас финансовые проблемы моментально решатся. 28 раз за сезон забил Калверт Льюин. Это рекорд команды. Уходит Шеймус Колман. Ну это все классические вещи. Уходит вратарь запасной. Кстати, можно бы и вратарей поискать. Меньше стал заядлых болельщиков. Больше болельщиков стало в целом. Ну и вот такие вот ожидания дает нам руководство. Вести переговоры с ними смысла нет. Они, как правило, не соглашаются ни с чем. И вот выход в последнюю стадию Лиги Конференций. Интересно. А это конец следующего сезона? Ну Лига Конференций. Мы же участвуем в Лиге Европы. Как мы можем выйти в Лигу Конференций? Не знаю. Принимаем просто план развития. Собрание, посвященное окончанию сезона. Ну, надо сказать, что в следующем сезоне мы нацелены на место в середине таблицы. Раз руководство от нас просит в середину таблицы, надо перед игроками оставить нужную цель. Так, мы должны попытаться пробиться, пройти дальше в Европа Конференций Лиг. Выйти в основную сетку, попытаться выйти в стадию плей-офф. Ну, пройти как можно дальше, наверное, так. И обсудим планы после возвращения из опуска. Они все подавлены, там, когда я им говорю, что нет никаких обещаний. Так ждут каких-то обещаний. Что касается тренировочного сбора. Что вообще определяет тренировочный сбор? И зачем он нужен? Ну, вообще тренировочный сбор позволяет нам играть с командами, которые в этой же локации проводят тренировочный сбор. То есть, с точки зрения товарищеских игр. Поэтому в Сингапуре и в КНР ваши игроки больше устанут. Но зато там будет возможность с какими-то богатыми шейховскими командами поиграть. Ну, так вообще я люблю сбор в какой-нибудь Германии проводить. И там всегда можно жирно с немецкими клубами поиграть. Кинов трансферный список. Убедить искать новый клуб. Он не против. Арендованные игроки возвращаются. Но здесь еще пока не все вернулись. Том Кэннон. 20 лет Тома Кэннона. Кстати, можно еще какую-нибудь аренду сдать. Тайлер Оньянго. Ну, это все игроки не для основы. Это все игроки для аренды. Нкунку присоединяется к Алиере. Так что он нас покинет. Так и так. Штутгарт не спешит давать ответ по Борни-Сосе. Ну, пусть не спешит. Нам, в принципе, не к спеху тоже. А вот Челси хочет Калверта Льюина. Сделка может вылиться в 86 миллионов. Но это мало. 86 миллионов за Калверта Льюина. Надо просить сотку. Я скажу, что если сделка состоится, то она будет заключена только в интересах нашей команды. Созрели до ответного предложения по Сосе. Но предложение, конечно, абсолютно не заманчивое. С учетом того, что Соса оценен там 8 миллионов. Я дам 7. И здесь я дам 8. Если они согласятся. Нет, смотрите, 1 спросит. Давай 10. Здесь 7,5. Еще хотят выплаты за 50 игр в чемпионате. Процент от следующей продажи. Ну, вот давай вот так. Окей. За дополнительные матчи. Окей. 50 матчей он сыграет. Ой, как не скоро. Ну, даже если сыграет, там 3 миллиона по годы не сделают. Калверт Льюин и его обе, кстати, в списке игроков месяца уступили только Холланду. И Клоп. Клоп лучший. Я нет. Челси, кстати, до сих пор Зиди Грэм Поттер тренирует. Пообщаемся с Сосой. Он тоже заинтересован к нам перейти. Хочет рассматривать клуб как трамплин. Хочет отступные. Ну, окей. Он не молодой. Понимаете? Проблема в том, что... Да, пусть будут отступные 33 миллиона. Но мы покупаем за 7. То есть, возможно, не доплатим ему уже за... Все остальное. То есть, если его купят за 33, это будет довольно неплохо. Попробуем снизить ему зарплату. Там, условно, до 70. Повысим премию за матч на 0, чтобы за дело получал. Ну, допустим, там 71. Все. Вот. И возможно, что Борна Соса действительно к нам перейдет. Атмосфера в раздевалке великолепная. Доверие к менеджеру высокое. Все супер. Так. Что касается футболистов. Вот. От кого можно избавляться? У нас есть, например, возрастной футболист. Это Идриса Гие. Гие очень сильно терять будет в скиллах. 33 года уже. И контракт очень жирный. Действует, кстати, до следующего сезона. Можно попытаться его продать. Но только очень осторожно, потому что у него лидерский статус в команде. У него лидерский статус. И он капитан команды. Его просто так продавать не стоит. Если по нему будут предложения, окей. Лучше с ним просто не продлевать контракт в конце сезона и распрощаться вот так. Чем капитан начнет говнить и портить атмосферу. Так-то по характеристикам своим он еще сезончик протянет. И, в принципе, того, что мы там 10 миллионов с него получим или не получим, это не такая уж и большая ценность. Ну вот, например, Тарковский, если им кто-то заинтересуется, его бы продать было бы хорошо. И найти другого центрального защитника, более качественного, более интересного. Можно попробовать предложить Тарковский другим клубам. Возможно, кто-то им и заинтересуется. Кто-то заинтересовался и Майклом Кином. Калери, например. Мы еще раз его предлагаем. Возможно, что кто-то реально сейчас по нему конкретное предложение сделает. Наша задача максимально распродаться. Распродать шлак, который нам не нужен. Вест Бромвич делает предложение по Тарковскому, а Калери по Кину. Ну, предложение за него скромное, конечно. Но ему 30 лет. Ничего вообще с ним не сделаешь. В основу он не проходит. 81 тысячу зарабатывает. Других предложений нет. Поэтому с удовольствием продаем его Калери. Что касается Тарковского, то здесь можно поторговаться. Но он не заинтересован контактами с Вест Бромвичем. Тут даже если они согласятся выполнить наши требования. Ну, здесь хотя бы давайте попробуем. 34 миллиона предложить. Согласны. Так, попробуем убедить перейти. Я слышал, вы хотите поговорить. Так. Что здесь лучше выбрать? Не особо уверен насчет них. Мы получили... Так. Получили так-то не уверен на их счет. Это может стать фантастическим новым вызовом. Я признаю, новый вызов это захватывающая перспектива. Но это не означает, что их клуб будет правильным выбором. Тут стоит тщательно поразмышлять. Я скажу так, что... Не буду я ему угрожать. Я скажу, что решение за тобой. А он, видите, никакого интереса не испытывает. И чувствует себя плохо. Но я предложения их принимаю. Кто знает, возможно, все-таки решит перейти. Ну, вот видите, здесь интересный момент. Он перейдет в Вестбромвич, если мы заплатим ему компенсацию 215 тысяч. Ведем переговоры. Ну, давай мы 195 заплатим. Все. Он согласен. И компенсация была принята. Возможно, что теперь Тарковский и согласится перейти в Вестбромвич. Еще один вариант замены Калверта Льюина. Это, конечно же, Лоренцо Лукко. Тоже известный читер, известный бист из футбольного менеджера. Очень высокорослый. Но он не такой быстрый, как Бето. Хотя в верховой борьбе Лукко, конечно, один из топчиков ФМ. У него и стопрыжка, и игра головой на высоком уровне. Поэтому за ним стоит последить и понаблюдать. Тоттенхэм выиграл трофей. Случилось чудо. Арсенал проиграл в финале. Кстати, внезапно, по условиям сделки Ришар Лисона, Эвертон получает 875 тысяч. Если Тоттенхэм выигрывает Кубок Англии. То есть, если Тоттенхэм вообще любой трофей выиграет. То, что казалось невозможным, свершилось. И мы пополнили еще немножко свой бюджет. Избегаем монологов, потому что нет прибыли. Новый спонсор у нас. Здорово. Плюс 1,7 миллиона в год. Это хорошо. Новый селекционный бюджет. Нормально. Ну и денежные вливания владелец провел. 25 миллионов еще в плюс нам добавил. А за что ему большое спасибо. Тарковский все-таки отверг Вестбромвич. К сожалению, контрактам они ему не угодили. Но заинтересован ими Вестбром. По-прежнему. Остальные клубы хотят его только в аренду. Но в аренду я его не хочу отдавать. Я его хочу продать. Трансферное окно открывается через один день. Почему я стараюсь игроков подписывать до открытия трансферного окна? Потому что тупой компьютер не участвует с тобой в борьбе за игроков. Он считает, что трансферное окно закрыто. Значит, можно никого не покупать. Поэтому лучше иногда тянуть. Вернее, лучше не тянуть. Если вы точно уверены, что вот этого игрока я покупаю, то покупайте и не ждите. Вот сейчас вы, допустим, смотрите. Лейпциг заинтересован в трансфере ТА. ТА на один из тех игроков, которые я бы хотел приобрести. Нам он нужен. Узнаем у агента о возможности перехода. Ну, зарплату просит большую, но байер, байер в принципе готов и так перейти. И так нам его отдать. Ну, 8 плюс 7. Серьезные суммы просит байер. Ну, мы попробуем 7,5. Даже вот так 6 дать. Да, в рассрочку можно и побольше. И плюс добавим еще нашу традиционную. Там 20 игр за сборную. Лям. Добавим, так, голы. 50 голов. Он, который никогда центральный защитник, естественно, не забьет. Еще 5. И все, и они съедаются. В результате мы за небольшую сумму, в принципе, того же самого ТА получаем. Еще не факт, конечно, что получаем. Заинтересован, менее он заинтересован Лейпцигом, чем нами. И поэтому тут мы с ним должны, по идее, относительно легко договориться. Даже 5-летний контракт мы можем дать. Он 5-летний не хочет. Хочет 4-летний. Все, отлично. Оформляем сделку. Возможно, ТА будет у нас. Тем временем Бито получает разрешение на работу. Мы его принимаем. Все. То есть, как вы видите, нет вообще никаких проблем. Клубы до открытия трансферного окна, они не вмешиваются в переговоры. Продаем Кина, что очень круто. Его зарплата огромная. Сейчас улетает. Нам этот Кин был не нужен. Он пару матчей в сезоне вышел, конечно, сыграл. Но мы парочку центральных защитников еще найдем. Собираетесь ли вы делать приобретение? Нам нужно усиление. Да. Собираемся. Вот говорят, в арсенал может перейти Бейлингем. Тоже весьма и весьма любопытный момент. Переход Битоп подтвержден. Не планирует новых приобретений. Почему не планирует? Что-то же скажем. Нужно усиление на конкретные позиции. Начнем работу на трансферном рынке. Нет, мы, говорит, не планируем. Журналисты все перевирают. Так, отправились на интенсивный языковой курс. Всегда просим знакомить. Это все нормально. А как именно вы бы хотели? Вы же говорите, что никак. Вот левого защитника мы хотим подписать сейчас. И центрального защитника. Мы как раз сейчас в переговорах. Возможно, сейчас кто-то... Нет, нет. Все, Соса подтвердился. И у нас сейчас Соса скоро перейдет. Ну все, подписали мы и Сосу. И Соса теперь тоже наш. Принимаем его. Отлично. Денег много. Подписываем. Левый фланг закрыли. Смотрите, какой интересный вариант предлагает нам Crystal Palace. Crystal Palace предлагает до конца сезона взять в аренду. Платить ему 105 тысяч в месяц. При этом ползарплаты. Недельной. С частичными платежами. Ну если вы, короче, как сделаете? Частичные платежи 20 миллионов. Будущую выплату сделаете 21 миллион. И после 15 матчей. Сейчас мы просто все это вот зафиксируем. Если они согласятся на такие условия, то, в принципе, можно будет его и сдать в такую аренду. Получается, мы получим 20 плюс 21. 40 можем получить в перспективе, конечно. Частичными платежами. Там не сразу. Но будущее выплата после 15 игр. 15 игр, я думаю, он сыграет. Так. Ну, бонус скидывают за выигрыш. Ну, этот этот выигрыш они вряд ли получат. Ну, мы предложение принимаем. Все нормально. Тарковского сейчас сбагрим. И ну, совершенно точно с последующим переходом он уйдет. 15 матчей он проведет. Если не получит, конечно, тяжелую травму. Но у него нет склонности к травматизму. Ну и вот, собственно, та тоже к нам переходит. Проблемные позиции еще, конечно, закрыты. Не все. Конечно, нам нужно будет найти еще одного как минимум центрального защитника. Но в целом в целом команду мы так весьма-весьма серьезно накачали, подготовили. И она у нас в следующем сезоне должна быть еще сильнее. Ну, тут много еще будет зависеть от того возьмет ли кто-нибудь Полозона, возьмет ли кто-нибудь Скалверта Льюина и так далее. То есть там дальше трансферную политику можно будет строить по-другому. Но в целом я думаю, что порядок трансферов ясен. И вот так вот мы весь этот сезон провели. Я думаю, что многое стало ясно, многое стало понятно. Ну и, в принципе, в следующем сезоне Эвертон будет у нас еще сильнее. Благодарю за просмотр. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok